Здравствуйте, дорогие друзья! Тема нашего выпуска, соответственно, Минопауза, гормонозаместительной терапии на Минопаузе. Давайте посмотрим короткую инфографику про Минопаузу и продолжим с вами разговор. Итак, согласно Минздраву, такой вот, как вы видите, у нас имеются клинические рекомендации, вот такие Минздравовские. Это от Российского общества акушера гинекологов предоставлены. Ну, конечно, здесь уже считается, что в 2023 году они будут неактуальны, но это чисто де юро, вы понимаете, да? То есть, базовые определения все здесь, они, конечно, имеют место быть, и я думаю, что ближайшие даже лет 20 мы их не поменяем. И вот вам, пожалуйста, определение заболевания, что вообще такое Минопауза. Минопауза определяется как последняя самостоятельная менструация. Единственная Минопауза отражает окончание прекращения менструальных циклов вследствие потери фолликулярной активности яичников. Является ретроспективным клиническим диагнозом, устанавливается после 12 последовательных месяцев отсутствия менструации. Климатерический синдром – комплекс вегетативно-сосудистых, психических, обменно-эндокринных нарушений, возникающих у женщин на фоне угасания или резкой потери гормональной функции яичников и общего старения организма. Вот такое официальное определение дает Минздрав. Ну и в принципе вот в таком совершенно простом ключе звучит, соответственно, определение самой Минопаузы. И тут и теология, и патогенез заболевания. Я сейчас немножечко зачитаю. Это очень важно, потому что, на мой взгляд, я тоже снимал сначала видео, которые были посвящены только лишь объяснению на пальцах. Ну вот, находятся люди, кому, как выясняется, интересные точные формулировки. Будем точны здесь, дорогие друзья. Итак, и теология. Период Минопаузы характеризуется постепенным снижением, а затем выключением функций яичников, развивающихся в результате этого состояния гипергонадотропного гипогонадодизма. Характеризуется изменением функции лимбической системы, нарушением секреции нейрогормонов, развитием инвалюционных атрофических процессов в репродуктивных и непродуктивных органах-мишенях. Несмотря на универсальность эндокринных сдвигов в ходе репродуктивного состояния, у разных женщин отдельные стадии этого процесса могут отличаться по своей продолжительности и сопровождаться различными специфическими состояниями вазомоторными, психоэмоциональными, вагинальными, сексуальными и другими и системными нарушениями, потери костной массы, формированием неблагоприятного профиля сердечно-сосудистого риска вследствие развития дисцерального ожирения, дизлипидемии, эндотелиальной дисфункции, нарушением толерантности к глюкозе. Дорогие друзья, то, о чем мы постоянно с вами говорим. Большинство симптомов менопаузы непосредственно связано с дефицитом эстрогенов, как основных гормонов, вырабатываемых в фолликулах яичников, наиболее частыми и ранними проявлениями менопаузы являются вазомоторные симптомы, приливы жара и гипергидроз, ознобы. В настоящее время вазомоторные симптомы рассматриваются как часть единого патофизиологического процесса, нейроэндокринной и сосудистой дизрегуляции в период климактерии. Возникновение вазомоторных симптомов в условиях эстрогенного дефицита связано с центральными механизмами при участии гипоталамических нейронов, продуцирующих нейропептиды, киспептин, нейрокетин, динорфин, норадренокинетической и серотонической системы, влияющих на терморегуляторные процессы в организме. Ну, терморегуляция, барахлит, дорогие друзья. На фоне того, что вы видите здесь в названиях везде, нейро, это значит, что, соответственно, нервная система, да, у нас тоже начинает сбоить. Это если не переводить каждое слово по отдельности. Напишите мне в комментариях, мы можем разобрать терминологию. Недостаток эстрогенов приводит к существенным изменениям костного метаболизма с преобладанием костной резорбации над процессами ее формирования. Уменьшение с возрастом абсорбации кальция в кишечнике, дефицит витамина D и нарушение образования в почках активного дигидроксивитамина D3 способствует развитию вторичного гиперпаратириоза, что также усиливает костную резорбацию. Все эти изменения приводят к снижению прочности костной ткани, переломам при минимальных нагрузках на скелет, низкоэнергетические переломы. Ну, дорогие друзья, вспомните все те истории, когда какая-нибудь женщина встала с дивана и сломала ногу. Это вот все отсюда. Все структуры мочеполового тракта являются эстрогенозависимыми, поэтому в ответ на снижение уровня половых стероидов, слизистых влагалища, вульвы, мочевого тракта, соединительной ткани и мышцах малого таза развивается ишемия и атрофические изменения. Вследствие этого развиваются симптомы сухости и зуда, дискомфортных и иногда болезненных ощущений во влагалище, что происходит резкое ощелачивание среды. Могут возникать дисбиотические процессы в моче, половом тракте и различные другие нарушения мочеиспускания. Итак, соответственно, еще раз повторюсь, что менопауза это у нас наиболее выражена гипоэстрогена мии, но наблюдается уже, как вы могли понять, да, в изучении этого вопроса и снижение других, конечно, по принципам вообще таких взаимообратных связей, снижение даже не только гормонов, но мы можем наблюдать зачастую у женщин на паузе снижение от витаминов до микроэлементов, вообще упадок, да, метаболизма наблюдаем. И по-хорошему, конечно, если женщина хочет в дальнейшем вести активный образ жизни и хочет, соответственно, особенно остаться, вести половую жизнь, качественно ее вести, не только в плане оргазмии, но и, соответственно, в плане того, чтобы все ткани влагалища, да, были, так скажем, сохраняли все свои свойства, от эластичности до выделения всех секретов и так далее. Всего-всего-всего. Вот, значит, чтобы вся гинекология у нас работала нормально. Конечно, какой-то минимальный курс гормонов, заместительной терапии по жизни такой женщине показан. Другое дело, что женщины входят в менопалубу резко, да, многие запускают этот процесс, воспринимают его, ну, как естественное видание, естественный процесс старения, который, ну, как минимум побороть нельзя. Входят, бывает, по даже каким-то жизненным причинам состояние депрессии. Они начинают себя оценивать в этот период как уже такую, условно, бабушку, да, уже, возможно, входят и так с достаточно в гипосостояние, да, задавленном гормональном уровне, просто из-за образа жизни, из-за стресса какого-то повышенного. И что мы наблюдаем у таких женщин? Такая женщина будет говорить, что половая жизнь, она уже в ней не нуждается. Активный образ жизни из разряда, как немецкие бабушки, которые 80 лет там, ну, по крайней мере, можно найти старые видео, 70-летние уж точно там на лыжах катаются на курортах. Те, кто встречал их, когда ездили, соответственно, на различные курорты, напишите мне в комментариях, поделитесь вашим опытом общения, они очень общительные, я лично встречал их, правда, я не любитель лыжных курортов, как-то мы поехали в Турцию с друзьями, я их встречал в Турции, она сама там подлетела, шлепнула по попе, у нас такая была девочка, фитнес-фитнес, с нами ездила, и, соответственно, она ее шлепнула по попе, там как-то с ней по-немецки поздоровалась, ну, мы все ездили крайней такой тогда спортивной компанией, я на то время еще по-человечески, по-спортивному выглядел, вот, был в хорошей форме, и, соответственно, мы, получается, что, как бы вот очень активно с ней пообщались, даже несмотря на то, что, ну, языковой барьер, да, то есть, ну, никто немецкий не знали, и она, и мы там английский очень плохо знали, но, тем не менее, то есть она крайне активная в общении, она крайне активная в всяких там, принимала участие какие-то аниматоры, конкурсы и прочее, я бы даже сказал, мы были не такие активные, насколько была активна эта немецкая бабушка, ну, и, в общем-то, к чему я это все говорю, к тому, что гормональный фон, он очень активен психологически, если вы, соответственно, уже на входе в менопаузу говорите, да мне не надо жить, вот, активной жизнью, прочее, вы находитесь в депрессии, да, все равно это какой-то формы депрессии, пускай даже такой, так скажем, не истиной вызванной, не какой-то там психиатрии, да, просто это вот форма именно эндокринных процессов, эндокринной такой депрессии, поверьте, она у вас пройдет, если вы начнете заниматься своим организмом, но большинство женщин не отговорит. Естественно, во время депрессии, какой возникает страх? Сейчас злобный эндокринолог назначит мне гормоны, от которых я поправлюсь на 100 килограмм, и у меня вырастут усы. Как у маленькой лисы. В общем, смысл в чем? Смысл в том, что давайте будем объективными. Никто не хочет, ни один эндокринолог не хочет делать вас больными. А, еще зависимость от гормонов страшнейшая, когда мне говорят, ну вот ранние остеопорозы, например, это, конечно, независимость от гормонов. Вот вы от них отказались, собственные не вырабатываются, но лучше жить, наверное, с остеопорозом, такие коленки иметь, потом через 5-10 лет их поменять на искусственные суставы. Это, конечно, лучше, это независимость нисколько от гормонов. Вы, конечно, можете расценивать это как зависимость от гормонов, но, еще раз повторюсь, ни один эндокринолог не ставит себе цель какого-то злобного заговора вас уничтожить. Наоборот, врач, как и любой другой специалист, он заинтересован, ну, нормальный, адекватный специалист, хочется верить в это, да, там, неважно, двери он чинит, балконы делает, людей лечит и так далее. Он заинтересован делать свою работу хорошо, чтобы люди в дальнейшем тоже у него наблюдались, лечились там, да, если это врач или балконы еще делали, если это какой-нибудь слесарь, сантехник, не знаю, кто-то еще. Смысл в чем? Смысл в том, что все хотят вам только помочь. Если вам выписывают гормоны, это способ предотвратить другие заболевания и сделать ваш образ жизни более активным. Миллион раз эти гормоны изучены. И единственная проблема только в чем врачей старой эпохи. Врачей старой эпохи, они воспитаны в поликлинике. И там не принято копить пациентов. То есть там не принято пациентами нормально заниматься. Они должны отдавать статистику, они должны себя не перегружать, потому что они, если вам скажут вернуться через месяц, и вот этому огромному количеству людей будут говорить, а вы на гормонозаместительной терапии, возвращаясь через месяц теперь, мы вас будем наблюдать. Год так. Понятно, что у них выстроится просто этот объем врачей, не может осилить ни одна поликлиника. Поэтому с точки зрения государственной системы все поставлено на то, чтобы любыми путями предпринять все меры, чтобы вы подальше от больницы держались. Если говорить о современном лечении, вы на протяжении гормонозаместительной терапии каждый месяц в течение года посещаете вашего врача, так или иначе даете ему посмотреть ваши анализы, а потом каждые три месяца и постепенно выходите на каждые четыре месяца, вы уже там за год научитесь манипулировать сами своими гормонами, своими цифрами. Но так или иначе, каждые три-четыре месяца вы сдаете такой небольшой мини-скрининг и относите к врачу, и он смотрит, правильно ли вы следите за своим гормональным балансом, дает какие-то советы, уточнения делает по анализам, может быть, и так далее. Гормонозаместительная терапия крайне необходима. И, соответственно, для тех, кто хочет узнать об этом поподробнее, сейчас мы поговорим, мы выяснили причины, что мы хотим остановить разрушение опондовительного аппарата, повысить общий психологический статус, повысить уровень жизни, оставить уровень сексуальной активности как минимум на том уровне, который он был, если он был, если его не было, можно даже вернуть, если у вас были такие нарушения, такого рода, низкая либидо была. И, в общем-то, уже, как бы это странно не звучало, но чем старше вы становитесь, тем выраженнее терапевтическое воздействие секса на ваш организм, в том числе количество окситоцина, не забывайте, все гормоны начинают вообще меньше их появляться. И вы же не можете все на свете гормоны вести в себя, бахнуть. Мы уж говорим тут о каких-то минимальном количестве постановки гормонов, но, соответственно, остальные надо уметь провоцировать выработку собственных. И, конечно, занятие сексом с любимым партнером или чтобы у вас были силы на поиск этого партнера, то есть оно здесь приведет к тому, что гормональный статус, общий гормональный статус у вас будет выше. Ладно, переходим к тому, как может выглядеть гормонозаместительная терапия современная у женщин. Программа минимума – это возмещение эстрогена. Тогда все наши манипуляции мы будем проводить с точки зрения, что хотя бы, как правило, вернуть обрушенный уровень эстрогена. Особенно это необходимо в первую очередь делать у тех, у кого уже есть разрушение какое-либо опорно-двигательного аппарата. Это грыжи протрузии, любые другие спинальные изменения, изменения в коленях, локтях, любые бурситы, артриты, остеоартрозы, тем более. Вот, значит, в плечах и любых других суставах, да, костные изменения. Вот, если есть какие-то нетипичные отложения жира, нужно, соответственно, происследоваться. Естественно, мы проверяем все гормоны, все гормонотворящие органы перед гормонозаместительной терапией с целью выявить другие какие-то дефициты или нарушения, потому что те же заболевания, скрытые субклинические щитовидные железы, в период менопаузы риск возрастает, мы должны учитывать это, а не только вам гормонов насыпать и, как в поликлинике, послать вас куда подальше. Нет, это комплексный подход, но с целью экономии можно в будущем воздержаться и оставить только эстрогены. Тогда, скорее всего, ваш уровень жизни, он останется на прежнем уровне, но какого-то профита в визуальном изменении, в положительном качестве вашего тела вы не увидите, и, соответственно, какого-то профита в подстегивании вашей психике вы тоже не увидите. Положительного, опять же. Значит, ну и отрицательного тоже не будет. Вот. Значит, далее. Программа, так скажем, более среднего, такого класса, более, так скажем, омолаживающая, которую, в принципе, можно сделать пожизненно. Ну, опять же, предварительно мы сдаем соматотропный гормон. Как правило, он у вас либо по нулям будет, либо будет там какие-то его остатки ковыряться, ну, прям реально ноль-ноль-ноль-ноль-ноль целых каких-то там. Значит, в чем смысл? Мы можем вводить гормон соматотропии экзогенно, и вы увидите кучу, ну, кучу историй, что вот якобы он онкологию вызывает, прочее делает. Это все истории про качков. Качки его вводят не физиологическими дозировками, физиологическая дозировка является 5 единиц максимальная. Вот. И, соответственно, это, во-первых, выходит люто дорого, во-вторых, это выходит, ну, в принципе, куча рисков, куча побочек, за всем этим надо следить, это все дико сложно. Надо вводить хотя бы, ну, 3-2-2 единицы, 3-2 единицы, задумайте себе, прям минимум, значит, микродозинг такой, чтобы просто, ну, хоть какое-то количество гормона, самоаттропина, у вас было, тогда у вас будет, ну, проявляться хоть какой-то минимальный омолаживающий эффект, по крайней мере, не будет стареть дальше кожа. Вот. Опять же, напомню, что гормонозаместительная терапия, есть определенный порог входа в нее, то есть, она не показана людям, кто уже перешагивает, как правило, далеко за 70 лет. Очень редко, когда мы можем, потому что, когда у вас в результате падения в первую очередь пострадает сердечно-сосудистая система, и вы приобретете выраженный метаболический синдром с утратой функций многих, да, органов и систем, введение даже физиологических дозировок гормонов, оно уже может перегрузить еле-еле работающие ваши другие органы и системы, то есть, фактически, вы уже некий порог, да, это вот как машина, которая может ездить, да, худо-бедно, если ее периодически заводить и проводить ей ТО. Но есть ситуация, если у нее весь кузов проржавел, все в ней проржавело, да, если мы ее заведем, то, скорее всего, когда мы поедем, она нам в процессе езды развалится. Но пока она еще не разваливается, мы можем в ней просто посидеть, допустим. Вот такая вот ситуация, когда уже вы не наблюдали себя порядка 20 лет, да, не делали никакого ГЗТ, вот, то здесь, допустим, в 75 лет какое-то ГЗТ практиковать, ну, это крайне редко представляется возможным, но тем не менее, можно сделать анализы, небольшой спектр анализов и посмотреть, в некоторых случаях это реально. вот, значит, поэтому лучше ГЗТ начинать сразу в период не на паузе, когда наступает не на паузе, готовиться к нему, постепенно прочее, то есть постепенно входить на микродозинге, ни в коем случае не делать каких-то огромных дозировок гормонов, вот, потом, соответственно, это психологическое напряжение очень часто вызывает рост дигидротестостерона, и здесь нужно его понижать, рост герсутизм порой возникает у нас у женщин, и здесь такой обоюдоострый меч, и мы переходим к такой VIP-программе полной. Можно использовать небольшое количество дозировок соответственно тестостерона, это обеспечит рост инсулина подобного фактора, будет крайне по годам выраженной степени омоложения, будет рост у вас как правило не просто в менопаузу останавливается рост мышечной массы, он у вас падает и начинает системно снижаться, ну, все увидели этих бабушек с дистрофией, да, с такой, вот, соответственно, применение здесь микродозинга анаболических стероидов будет поддерживать высокий уровень мышечной массы, будет гарантировать жиросжигание, будет опять же эстетически влиять на вашу попу, потому что попа это мышцы и так далее, вот, и часть тестостерона может превращаться в эстрогенные, чтобы не проявлялся герцутизм на курсе анаболических стероидов у женщин, да, на гормонозаместительной терапии, надо дегидротестостерон в первую очередь давить, и нужно дальше смотреть, разбирать комплексную картину, там, конечно, куча анализов, придется гораздо больше сдавать, по анализам это будет выходить дороже, не скажу насколько, потому что есть разные вариации, это зависит от анамнеза пациентки, вот, но на выходе, если мы используем анаболические стероиды чуть-чуть, гормон роста чуть-чуть, чуть-чуть эстрогены, это можно чередовать, не обязательно это пожизненно все вот так вот горстью, разные есть варианты терапии, опять же, повторюсь, все очень индивидуально, но на выходе можно получить очень-очень молодовыгающую девушку, так скажем, крайне, никто даже никогда не заподозрит, что вам уже 65, максимум там дадут полтинничек и то вряд ли, вот, потому что это будущее и, соответственно, вы можете увидеть, как выглядит Мадонну, например, в своем возрасте, можете увидеть других каких-то знаменитых людей, которые, как бы, вроде и не стареют, и если это делают, то делают очень медленно, это все неспроста, понимаете, но психологически не все люди к этому готовы, потому что, повторюсь, многие люди, они изначально и так воспитаны, да, это закладывает и среда, и прочее, они не настроены, то есть их будоражит и пугает применение вообще каких-либо лекарственных средств, их будоражит и пугает, соответственно, что-то новое, новый взгляд на их жизнь, что им теперь придется пожизненно лечиться и прочее, и есть безопасный путь, путь того, как делали уже известные их бабушки и дедушки, это согласиться с собственным старением, да, если где-то усики начинают расти, снижается мышечная масса, портится осанка, пропадает либидо, увеличиваются, появляются боли в суставах, это заносит вас в клуб каких-то пожилых, полупожилых людей, это повод пообщаться, отсудить болячки, появляется новая социализация, поэтому, если есть легкая депрессия, можно поплакаться в этом клубе, да, выговориться всем, поэтому для многих вот вступление в пожилую жизнь, это даже хорошо, но здесь каждый принимает решение сам, какая жизнь ему нравится, хочет он жить, так скажем, прожить полностью жизнь, по крайней мере, с высоко активным, да, уровнем жизни, или хочет пассивно ее провести, ну, несколько, так скажем, в приглушенном и психоэмоциональном состоянии, конечно, физическом, так что выбор за вами, дорогие друзья, я призываю вас подписаться на мой канал, в любом случае вы найдете на нем какую-то информацию интересную по лечению всех заболеваний, даже если вас пугают гормоны, есть больше информации у меня представлено о негормональном лечении, вот, и, соответственно, конечно же, я вас жду на своих онлайн-консультациях, мы можем полечить просто тот же панкреатит, который тоже у нас в пожилом возрасте, да, случается очень часто, или, допустим, в период не на паузу, многие начинают обследоваться и находят панкреатит, и смотрите мое видео, обязательно всем рекомендую про панкреатит, это очень важно для людей, кто вообще переступил порог 30 лет. Подписывайтесь на мой канал, пишите, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии, и да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья!